Григорий Неделька. Наркотик жизни. Найдя вену, игла аккуратно вонзилась в нее. Пальцы нежно нажали на поршень, и красная жидкость влилась внутрь организма. Потекла, зациркулировала. Это был новый, мощный наркотик. Игорь Фомин ввел себе всю дозу целиком. Сделав это, мужчина откинулся на спинку дивана, в котором полу лежал. Сколько ждать прихода, он не знал. Наркоторговец не сообщил. Когда Игорь заподозрил, что тот не до конца честен, низкорослый толстяк с поросящими глазками сказал, что сам еще не пробовал новинку. Да, так эта штука и называлась. Новинка. Предельно емко и честно. Не в курсе, ответил торговец, имея в виду, когда красная хрень начнет действовать. Но, говорят, ты сразу почувствуешь. Кто говорит? Те, кто продали мне его. И кто это был? Наркоторговец промолчал. А может, ты вовсе не специалист в этой области? Усомнился Игорь. Тогда мужчина вытянул руки и показал исколотые иглами вены. Все вопросы были сняты. Игорь скривил губы. Что-то останавливало его от покупки и даже тянуло прочь, назад, домой. Но он все же достал из кармана деньги, весьма приличную сумму, тем более для одной порции. И купил шприц, залитый в него красной жидкостью. «Приятно иметь с вами дело», – весело произнес Наркаш. И подмигнул. Никак не отреагировав, Игорь развернулся и пошел прочь. Сел в мобиль, взлетел и направился, наконец, к дому, где проживал. Его квартира располагалась на 120-м этаже небоскреба. Чего только она не перевидала за 40 с лишним лет жизни владельца. Неожиданные взлеты и болезненные падения, красивых и не очень женщин, веселые, безудержные, опасные попойки, сомнительных личностей, полицейских, врачей и еще кучу всего. Но если Таргаш не врал, то, что ожидало Игоря, затмит любые возможные переживания. «Надеюсь, что так», – думал он. В противном случае придется искать этого негодяя, чтобы заставить вернуть деньги. Возможно, их даже придется выбивать при помощи кое-каких знакомых. А это опять проблемы, опять заботы и треволнения, которые, честно признаться, сильно утомили. Рассуждая об этом и о прочих превратностях жизни, Игорь слушал размеренное тиканье на стенных часов. Он не мог бы сказать, сколько прошло времени, только вот, по словам торговца, новейший и удивительно сильный наркотик, кажется, и не думал начинать действовать. Игорь закатил глаза. «Значит, все-таки придется устраивать разборки». Ладно, во всяком случае, он был к этому готов. Он решил встать с дивана, чтобы выпить воды, поскольку в горле ужасно пересохло, как вдруг понял, что не может двинуться с места. Началось, что ли, без особого ажиотажа, подумал опытный нарконавт Игорь Фомин. Ну, хотя бы так, в общем-то. Игорь лежал, недвижимый, словно оцепеневший. Состояние не думало проходить, а лишь усугублялось. А зно простекся под членом, и они отяжелели, будто налившись свинцом. Он хотел было подумать, что не ожидал чего-то конкретного, но при этом происходящее его совсем не радует. Однако все мысли будто выветрились из головы. Сосредоточиться не получалось. Мыслительный процесс не просто замедлился, остановился, а затем кто-то поздоровался с ним. Привет! Огромное красное пятно, похожее на громадное кровяное тельце, парило впереди. Какое-то время, может, пару секунд, а может, несколько лет, оно висело неподвижно, но потом внезапно раздалось, отрастило головы и конечности и превратилось в человечка метр ростом. Красный человечек, выпуклый и смехотворный, смотрел на Игоря вроде бы изучающе. Сложно быть уверенным, когда у того, кто с тобой разговаривает, нет лица. Интересно, а у него есть передняя сторона и задняя? Неожиданно задался вопросом Игорь. Или только передняя? Или две задних? Игорь знал, что нужно делать, когда видишь красного человечка. Или зеленого, если на то пошло. Но он и так лежит недвижим. Куда дальше-то? Да и человечек, ему явившийся, ежели разобраться, не очень тянет на привычного, сто раз замеченного в светофорах. Привет, повторил человечек с тем же выражением. Привет, в тон ему откликнулся Игорь, впрочем, не разжимая губ. Как тебе тут? Ничего? Ничего. Правда, не развернуться. Понятно. Ну ладно, бывай, мне пора. И красный человечек развернулся, чтобы уйти. Погоди, попытался остановить его молчащий и одновременно разговаривающий Игорь. Но человечек не слушал. Он двигался вперед. Вернее, туда, где раньше было такое направление, потому что теперь мужчина не был уверен в том, где находится, и что в принципе существует понятие вроде вперед, и назад. Словом, человечек удалялся. Игорь осознал, понял, догадался. Того надо остановить. Непременно, во что бы то ни стало. Иначе все. Ко всему Игорь был не готов, а потому ринулся вслед за уменьшающимся в размерах незваным гостем, естественно, не вставая с кровати. Человечек тем временем становился меньше и меньше и уходил дальше и дальше. А Игорь бессмысленно, но отчаянно пытался его нагнать внутри гигантского расплывшегося пятна, в которое превратилась квартира. Вопросы, где я, что случилось, есть ли на свете Бог, или, допустим, что я ел на завтрак, не слишком волновали мужчину. Главное – догнать человечка. А тот был быстр. Чертовски быстр. Только Игорь стал думать, что настигает бегущего, или удаляющегося, или исчезающего. Как время растянулось в одну бесконечную линию, на одном конце которой находился сам Игорь, а на другой – возмутитель его спокойствия. Жав зубы, образно, наверное, а возможно и за правду, он гнался и гнался, и гнался за проклятущим человечком сквозь кисель из времени, затем – сквозь кашу из пространства, сквозь первозданный хаос, сквозь целую вселенную. Да, он специально старается мне помешать, мелькнула догадка. Издевается, надо думать. И тотчас, следом, появилась мысль, что к нему вернулись мысли, или, по крайней мере, возвращаются. «Зачем я тебе?» – попросил человечек, оборачиваясь и застывая на миг. «А может, на вечность?» Но Игорю только того и надо было. Он вернулся вперед, прыгнул, наскочил на мерзавца. И, наконец-таки, поймал его. Что-то натворил, сумасшедший, раздался с противоположной стороны, полный самых разных чувств, голос. Боль, отчаяние, непонимание, страх. Чего только Игорь в нем не услышал. Обернувшись, Фомин понял сразу несколько вещей. Во-первых, что он опять способен двигаться. Во-вторых, что он стоит, а не лежит. И в-третьих, что его комната окончательно пропала вместе с негодяйским красным человечком, а им на смену пришло некое техногенное помещение. Судя по всему, центр управления или что-то наподобие того. Просторная комната с металлическими стенами и потолком, помигивающая лампочками, ощетинившаяся рычагами, выпирающая разноцветием кнопок и работающих экранов. Откуда-то сверху лился яркий свет. Где я, не до конца придя в себя, попросил Игорь. Он еще спрашивает. Воскликнул, вероятно, тот же, кто обращался к нему ранее. Человек. С виду самый обычный. Возможно, ученый. По крайней мере, он был сед и носил белый халат вроде тех, что надевали ученые мужи в мире, оставшемся где-то позади погони за трудноуловимым человечком. По бокам гипотетического ученого стояли еще двое таких же, как он. Примерно того же роста и комплекции. В похожей одежде. Я ничего не делал, на всякий случай, уведомил Игорь. Ну, конечно, ничего. Очень подходящее слово. Продолжал взливать эмоции неизвестный ученый. Именно в него мы все и превратимся. Почему? Тупо спросил Игорь. Потому что один чертов идиот сломал генератор, дернув рычаг перегрузки. И скоро квантовая станция взорвется, разметав по вселенной. Он что-то еще говорил, и кричал, и вопил. А потом плакал. И все остальные тоже рыдали. Кроме Игоря. Он не кричал и не рыдал. Он даже не слушал. Он пытался понять, что же случилось. И с трудом, но ему это удалось, когда он повернулся, и на глаза попался здоровенный красный рычаг. Так это в тебе все дело с непонятным выражением проговорил Игорь. Его рука будто сама собой опустилась в карман куртки, которая почему-то была на нем надета. И пальцы нащупали внутри что-то длинное, пластмассовое и острое. Шприц! Не веря глазам, Игорь извлек из кармана неначатую дозу новинки. Наркотик озорно поблескивал жидким красным телом в свете горящих лампочек и экранов, а также в отблесках и искрах, начавшей распадаться реальности. Ученые стояли на коленях и истово молились. А Игорь, закатав рука в куртке, вколол в себе всю дозу наркотика. Как тогда, в первый раз. И принялся терпеливо, даже с некоторой скукой, ждать, когда новинка подействует. В процессе он с удовольствием наблюдал, как от реальности откалываются светящиеся люминесцентные куски и под аккомпанемент творящегося вокруг звукового ада гаснут, обращаясь в ничто. Перехода на сей раз не случилось. Просто кто-то вырубил свет. Вместе со светом исчезло и все остальное. Молящиеся ученые, металлическое помещение, рушащаяся реальность, цвета, звуки. Короче говоря, все. «Эй!» – крикнул Игорь, но не услышал ни себя, ни ответа. Темнота между тем пропала и осталась лишь пустота. Пустота была всеобъемлющей. Удивительно не наполненной и такой же скучной. Что делать, чем себя занять, Игорь не имел ни малейшего представления. Скрестив руки на груди, он отдался на волю ожидания. Когда в очередной раз прошло неведомое количество времени, к Игорю обратился новый голос. Теперь уже до кошмарного звучный, раздающийся отовсюду и явно нечеловеческий. «Зачем, Игорь?» Тот пожал плечами и спросил первое, что пришло в голову. «Ты бог?» «Можешь считать и называть меня так. Теперь это уже не имеет значения». «А точно?» «Ты не веришь собственному богу?» Игорь опять пожал плечами и вдруг ощутил явный дискомфорт при этом движении. Он обратил взор на руки и с очень неприятным чувством узнал, что они исчезают. Увидеть подобное в пустоте, когда не убежден до конца в существовании самого себя, весьма маловероятно. Ну, по крайней мере, крайне затруднительно. Однако что-то подсказало Игорю правильный ответ. «Это был я», – уведомил бог. «Ну, спасибо», – отреагировал мужчина, постепенно переставший быть мужчиной. «Да и человеком, если на то пошло». «И что дальше?» «Ничего», – ответил бог. «Как ничего?» «С этого все началось, и к этому все приходит, потому что...» «А покороче?» «А покороче?» «Не надо гоняться за кем ни попадя, и дергать все подряд тоже не стоит». «Немного выйдя из себя, если вы меня понимаете», – прокричал бог. «Ясно!» «Ясно», – сказал довольно умиротворенно, почти растворившийся Игорь. «Чего ж тут неясного?» Исчез. Исчезло и все остальное. Прежде чем появиться. Роздался крик. Потом – голоса. Взволнованные. Радостные. Руки потянулись и взяли ребенка, и прижали к груди. Младенец истово верещал. Люди в белых халатах, окружившие женщину и дитя, довольно улыбались. «Что это?» «Где я?» «Почему?» – задавался извечными вопросами ребенок. И тут его взгляд упал на пустой шприц, который держал в руках один из докторов. Рядом с медицинским работником на металлическом подносе лежало еще несколько таких шприцев. Каждый полный какой-то неизвестной красной жидкости. «Спасибо вам, спасибо, спасибо!» – говорила и говорила мать целую новорожденного в лобик. «Я знал, Марк, что впрыскивание активированной крови поможет», – сказал врач, стоявший слева. «Это было очень опасно», – откликнулся его коллега, такой же седой и одетый в белый халат. «Заряженная кровь потенциально способна усиливать реакции организма, пробуждать его к жизни, но ее влияние на человека, тем более новорожденного, до конца не изучено». Однако все обошлось, вступил в разговор третий. А вообще, коллеги, это можно обсудить и позже. Но мать ребенка все равно их не слушала. Ее внимание было полностью сосредоточено на любимом розовом комочке. «Игорь», – произнесла она. «Я назову его Игорь». «Прекрасное имя», – отозвался один из врачей. Младенец увлеченно сосал грудь. Он силился понять происходящее. И не мог. Голова словно опустела. Мысли не просто замедлились. Исчезли. Окружающий мир превратился в патоку, в кисель. Врач, стоявший посередине, продолжал радостно и доброжелательно улыбаться. После чего – исчез. Исчезли и остальные. А уставший, но сытый младенец закрыл глаза. И заснул. Заснул, чтобы видеть свой новый сон.